Девушки отдыхают Так в индейцев уже нельзя за столом играть Зато в шашки можно А вы запрещать право не имеете Запрещать моя работа, Феденька Ну-ка, сдаем инвентарь Дома-дома Эх, и ты играли из своих индейцев Лучше б в земледельцев играли Хоть и с дома беги Вот честное слово А давайте в лес уйдем Будем там жить Ура! Хорошо придумал, дядь Федор Матроскин, давай с нами Чего я скитаться буду? У меня тут коровки Хозяйство Вот это хорошее место Ставь фиг вам шарик А я, Маргарите Егоровне, напишу Что мы теперь в лесу жить будем Так может я и лучше видео сниму? Так наглядней будет Вот, Маргарита Егоровна Глядите, как мы теперь в лесу живем Ой-ой-ой В общем, хорошо нам здесь Ну, теперь пойду интернет добывать Чтоб мне Геровне видео отправить Ты-той 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 Что? Да, вот как выглядит конец света Это не конец света Это ванна По рецепту египетской царицы Клеопатры Ой О, сигнал! Давайте разжигать костер Я как раз один древнеиндейский способ знаю Ну, или так Давай-давай Матроскин, молодец, что пришел Только ты зачем с собой весь дом притащил? Эта Мегера Клеопатровна Меня чуть по миру не пустила Не расстраивайся, Матроскин Будь как дома Эх, и правда хватит уныния Пора хозяйство налаживать Хорошая поляна Здесь коровкам пастбище будет Надо только дерево спилить Давай, Шарик, доставай пилу Да нет у меня никакой пилы А я тебе ее привез Мое дело видео пилить Да и природу мне жалко И здесь у нас коровник будет Чтоб мои коровки не замерзли А если мы замерзли? На этот случай у нас, дядя Федор Парное молочко есть Феденька В уши им там надуло, что ли? Здравствуйте, Маргарита Егоровна А где в СИМ? А дети играют В тихие, безопасные игры Вот что значит дисциплина И как вам это только удалось? Я свои педагогические методы не подаю Как же мы соскучились Через час будем Ждите Ой, быстро домой Феденька Ты где? Федюля Так, а вот за это уже санкции последуют Вот, Маргарита Егоровна Глядите, как мы теперь в лесу живем В общем, хорошо нам здесь Эй, Матроскин Ты зачем свой молочно-рабовладельческий строй К нам в лес пригнал? Труд, между прочим, из обезьяны человека сделал Из тебя, Шарик, может быть, что-нибудь полезное сделает Шарик у нас и так полезный А ссориться не надо Леса на всех хватит Я, кажется, никого из дома не отпускала А мы сами себя отпустили Непривязанные Ну, а это пока Мы теперь насовсем в лесу поселились Здесь никто ничего не запрещает И ванные египетские не принимает Все домой Считаю до трех А у нас есть требования Раз Мы требуем свободы Два Будем играть во что захотим И еще чего Или мы в лесу остаемся Три Ладно, Феденька Да, и кашу без комочков Хм, ну и где все? Все куда-то вышли Я сейчас тоже куда-то выйду Из себя, например Ну, наконец-то Куда же вы все пропали? А мы по лесу гуляли С коровами? Оригинально Ой Возьми, Феденька Такой няне и Пушкин бы позавидовал Дядь Федор Дядь Федор, не переживайте так Покатайтесь на санях Или с коровников в снег попрыгайте После твоих затей, Шарик Всегда зеленка нужна Или обезболивающая То ли дело сырники домашние Лепота Сырники она и в городе поесть может Ей нужны эти Впечатления О! А если ей ничего не понравится Чем тогда заняться? Я, конечно, дико извиняюсь Но кому это здесь нечем заняться? В доме стирки на два дня А я что-то устала уже Маргарита Егоровна Я завтра сам все сделаю Думаешь, с коровника прыгать ерунда? Ты, дядя Федор, не паникуй Разберемся Девочка Оля приехала Привет! Ого! Как вас тут замело! Добро пожаловать в Простоквашино! Спасибо! Ммм, какие нежные! Это Матроскин приготовил Рад, наслышан, очарован В смысле, рад и наслышан я А очарован дядь Федор Шарик, ну что ты ерунду говоришь? Ладно, не важно Чем хочешь заняться? Псс! Дядя Федор! Что? О, точно! Коньки! Все на каток! Давненько я не катался Чего? Не пойдете? А-а-а! Точно! Нет у нас катка Можно и без катка, дядя Федор Просто в городе снега совсем нет Ну и ладно Покажешь мне тут все? Конечно! Там ферма Тут домик на дереве А здесь... А здесь мы каток сделаем. Это быстро. Минут пять, десять, пятнадцать, может, двадцать пять. Тогда давайте я помогать буду. Конечно. Шарик, тащи инвентарь. Всегда мечтала лопатой поработать. В Простоквашино все мечты сбываются. Ну, начнём. Значит так. Это Оля. Она ко мне в гости приехала. Это не важно. Феденька, я не поняла, ты каток затеял? Я и так на крыльце чечётку бью, а с твоим катком по двору тарантелло искакать буду. Закругляемся. Сырники сыроватые. Мозги у вас сыроватые. Из сыра и ваты. Поехали, далеки прокатимся. Река. Как я сразу не догадался. Теперь ты, девочка Оля, посиди, а мы тут живо всё расчистим. Ай, Печкин-Матрёшкин, вы чего это рукоприкладством занимаетесь? Да ещё и лопатой. Простите, дядя Печкин, к нам гости приехали. Мы здесь каток хотим расчистить. А как я рыбу ловить буду? Вы же её своим елозивом на коньках распугаете всю. Дядя Печкин, ну мы чуть-чуть покатаемся и уйдём. Ага. А мне опять прикармливать? Так что без катка как-нибудь выкручиваетесь. В кои-то веки совершенно с вами согласна, Игорь Иванович. Они провалятся, а мне остаток жизни в полиции отмечаться. А ну-ка давайте сюда лопаты. Дядя Фёдор, может каток на следующий раз отложим? Маргарита Ивановна, примите этот прохладный букет от почтальона с горячим сердцем. Я не знаю, что и сказать. Практичный вы мой. Наверное, спасибо. Подожди. Игорь Иванович, а не хотите ли прокатиться с ветерком по романтическому простоквашину? Ну, я не прочь развеяться. Тем более с такой прелестной спутницей. Что скажете, Маргарита Ивановна? Валяйте. А раз больше делать нечего. Последний подошёлся. Ой! А-а-а-а! А-а-а-а-а! О-о-о! Ха-ха-ха! Ой! Я вашему порнокопытному штраф выпишу! Он меня чуть дееспособности не лишил! Проводите меня домой, Игорь Иванович. Что-то меня мутит. Ура! Ха-ха-ха! Дядя Пётр, лёд идеальный! Идём кататься! Ты же говорил, что давненько не катался. А мне кажется, никогда. Никогда тоже давненько. Папа, Папа! Дядя Фёдор, а зачем ты каток затеял, если сам не катаешься? Да это так, ерунда. Просто ты хотела его, вот я и решил устроить каток. Это за мной. Пока, дядя Фёдор. Спасибо за эту ерунду. Было очень мило. До встречи, девочка Оля. Пока. Не можешь называть меня просто Оля. Без девочка. И так понятно. В эфире программа «Сельская уфология». И наша гостья пережила необычную встречу. Ну расскажите же, как прошла ваша встреча с инопланетянами? Было бы, конечно, я проснулась. А в окне, значит, свет и летание, и голос. Здравствуй, Земля. Дети, можно здесь не голосить, как потерпевшие. Иначе рассажу. Дальше развивались события. События развивались буржи. Был свет. В какой-то момент я даже полетел. Дядь Фёдор, а зачем инопланетяне людей забирают? Не знаю, Шарик. Может, узнать хотят, как нам живётся тут. А как же выглядели эти пришельцы? Они были такие прозрачные и светильные. Спасибо огромное за это. Не в меру эксклюзию. С вами была программа «Сельская установка». А в следующей программе у нас уважаемые почитатели утверждающие, что ты благоволючий пса и какого-то ка... Но это уже слишком. Доба? Кто это сделал? Так и знала, что это ты, недоживотная. Я ведь предупреждала. Нет! Плохо влияет на Верочку. Ну, Доба. Мегеровна наша совсем с ума сошла. Это несправедливо из-за инопланетяней детей наказывать. Таама, иди к нам. Поможешь в схеме разобраться. Эх, жалко Тааму. Зачахнет она без Веры Павловны. Это правильно, дядя Фёдор, что твой папа нам сигнализацию прислал. Да это его мама заставила. Ты же её знаешь. Я эту Мегеровну сейчас пойду и укушу. И пускай ей уколы от бешенства колют. Для того, чтобы Тами-Тами с Веры Павловны помочь, нужен план. План! Шарик, знаешь такое слово? Есть у меня план. Ура! Ох, вы это не Геровне. Дядя Фёдор, а как же сигнализация? Ах, завтра закончим. Дети важнее. Патрушкин, давай уже. Почему это я? Так у тебя хвост длиннее. Вообще! Ай, вы кто? Приветствую тебя, землянин. Мы прилетели, чтобы... Можно я угадаю? Чтобы забрать меня с собой? Не совсем. Вселенская справедливость нарушена вами в отношении маленькой девочки и неопределённого существа. Если вы не воссоедините их дружбу, вот тогда мы вас заберём. Отлично! Забирайте! Жить больше не могу с этими аглоедами. С вами хоть вселенную посмотрю. Но если вы справитесь, мы оставим вас в покое. Чихала я с высокой колокольни на вселенскую справедливость. Я с вами полечу. Как это дело не до справедливости, Маргарита Мегеровна? Не поняла. Вы кто? Ах, это вы надуть меня решили. А я-то тут уши развесила. Думала, в кои веки по космосу покатаюсь. С завтрашнего дня все наказаны. Неделю на улицу не выйдете. Месяц. Год. Эх, только полиэтилен зря испортили. Можно было бы морковку на ночь накрыть. Чего ждем? Живо спать! Это что за перформанс? Ваших рук дело? Нет, это... Нет. Так это что? Настоящие пришельцы, что ли? Инопланетяне. Так, никто не двигается. Может, они не заметят и улетят. Как бы коровок моих не забрали. Кому они нужны, твои клячи? Меня! Меня заберите! Я здесь! Смотрите, Вера Паловна пропала. Ее инопланетяне похитили. Вот гады. Абсолютно согласен, Маргарита Егоровна. Похитить маленькую девочку – это низко. Улетели. Где нам теперь Веру Паловну искать? Нужно полицию вызвать. Сами догоним. Я им устрою. Шарик, бери след. Да какой след, Маргарита Егоровна? Они же по воздуху улетели. Пусть нюхает воздух. Тихо. Ура! Ура! Тама-тама, Вера Паловна спасла. Фу! Молодец, Тама-тама. Завтра тебе. Я для тебя. В общем, ты молодец. Да, вот это ночка. Спасибо, Тама. Ты такая смелая. Так это что же? Это сигналиса. Эх, чудачки. Такую женщину профукали. Я вам такое про землю рассказала. Не понимаю, кому в голову пришла эта безумная идея построить тут дом? Не претендуя на объективность, дорогая, но, кажется, это была ты. Да, мам, ты еще и место сама выбрала. Допустим. Но я три года мечтала об идеальном доме. А тут все еще развалены. Помпеи. О! И бегают мыши. Это землеройка. Они же безобидные. Дорогая, у меня через неделю закончится проект по автоматизации систем исчисления, и я сразу же... Нет, хватит. Никакого дома я больше не хочу. Ну, мам, здесь так классно. А мне не классно. Помешались все на этом простоквашины. Ну, мам. Никаких, ну, мам. А дичали тут совсем как Маугли деревенские. Спасибо, хоть на луну по ночам не воите. Все, дядя Федор, собирайся. Мы возвращаемся в город. Так, ребята, не волнуйтесь, я это как-нибудь улажу. Дорогая! Думаешь, уладит? Не уверен. Надо самим действовать. Нужно маме дом построить, о котором она мечтала. Не, братцы, сегодня помочь точно не смогу. Хатку сорвало. Мне тут неделю валаннуться, не меньше. Ясно. А стройматериалов у тебя случайно нет? Есть немного. Но, они на хатку уйдут. Извиняйте, братцы. Ладно, Бобер, извини, что отвлекли. Путики, путики. Дорогая, давай остынем и все обсудим. Чтобы остыть, сначала нагреться надо. А здесь лето короткое, как СМСки дяди Федора. И вообще, мне здесь не поется. Ну, ты же сама видишь, детям здесь нравится. А мне хорошо. Там, где шезлонги в ряд, коктейли цвета заката и плюс двадцать семь. В тени. Дома. Дома. Вера Павловна, что там у тебя? Дома. Мм, светлячок. Очень красиво. Дорогая, но мы же не можем так вот взять и переехать на море. Почему нет? Присмотрим летний домик. Спасибо за отличную мысль, дорогой. Пожалуйста. Но... Все, все, все. Купе забронировано. Ты не видел, где моя соломенная шляпка? Вообще-то я для навеса доски готовил. Но для друга всегда пожалуйста. Другу сейчас и лишние лапы не помешают. Давай, Матроскин, помогай друзей. Что это ты, Шарик, раскомандовался? Хотя это я тебе зарплату кучу. А я для друзей все бесплатно делаю. По доброй воле. Эх ты, растяпа! Это тоже по доброй воле сделал? Дневной ногой псу под хвост. А чего ты бидон на дороге поставил? Не видишь, я тут делом занимаюсь. Я здесь тоже не фонарики закручиваю. Не ссорьтесь. Надо дело делать. Времени мало. Ладно, друзья, отбой. Эх, досок маловато. И времени тоже. Мы хотя бы попробовали. Эх, дядя Федор, Вверху едешь ты теперь от нас на море. А когда вас в следующий раз ждать? Этим летом? Или уже в следующем? Следующем. Я дядю Федора в этом году в лагерь записала. Я в лагерь не поеду. Тебе понравится. Ну, все. Прощай, Простоквашина. Подождите. Это что за чудо? Это же светлячки. Они молоко пьют, которое шарик на доске пролил. Там за небоскребами В двух часах от города Встретит нас волшебная страна. Нежности и радости полна Приглашает в детство нас одна Когда беда совсем беда И мама с папой с тобой всегда Спит на подушке Любимый мишка В руках ватрушка В часах пупка В жизни не найти на всем пути Место крашенам Праздно крашенам Края на планете лучше нет Это наше детство С нами по соседству Это наше детство С нами по соседству Мимо дни и ночи Погоды все короче Из календарей летит листва Если вера в чудо в нас жива Время есть всегда для волшебства Загадки истории Правда ли, что человек произошел от кота? Хм Очень может быть Вот еще газеты На это вашу мускулатуру Шарик, ну какой же ты лапух Надо говорить макулатуру Так я так и сказал Вкусный карандаш, дядь Федор А? Я задумался Не знаю, о чем доклад по астрономии писать? Можно о метеоритах написать Вот в газете пишут В районе Простоквашино упал метеорит Ого! А если я найду этот метеорит? Вот это был бы доклад Ну, попробовать можно Да, интересно, почем сейчас метеориты? Отличный план, дядь Федор Устроим охоту на метеориты Так, чтобы к ужину дома были Если бы Колумб к ужину торопился Америку бы так никто и не открыл К ужину значит к ужину Ох, удивятся мои подписчики Когда я в своем блоге Настоящий метеорит выставлю Метеориты нужно не в блогах А в музеях выставлять С платным ходом Матроскин, тебя в музей все равно не пустят Это почему? Туда собакам ход запрещен А котам тем более Что-то мне подсказывает, что мы ходим по кругу Ой, а я за дорогой не следил Дядь Федор, ты же знаешь, куда мы идем? Ну, да О, идемте, нам туда Судя по карте, метеорит упал где-то здесь Что ж, попробуем его найти Этой штукой? Эта штука хорошо металл ищет А он как раз есть в метеоритах Вот это находка Ну все, точно пора музей открывать Простоквашинские народные промыслы Просто нужно дальше искать Метеорит где-то здесь Ух ты Смотрите, такая яма остается Только если сверху падает что-то очень тяжелое Как наш матроскин что ли? Метеорит Голова твоя шадовая Ничего нет? Ну, ну должно же быть Худ��еть Ой, аяя, ай, ой, осталась Ай, Мойя ногаааааааааааааааааа Матроскин, ты как? Потянул? Ой Надо возвращаться. Потерпи, матрос. Скоро будем дома. Теоретически, река может привести нас к дому. Вон там, река. Я бы от привала не отказался. Хорошо. Спасибо, пап, что ты про реку сказал. А то бы мы еще долго по лесу плутали. Это сковородка, наверное. Для полного набора как раз не хватает. Это метеорит! Мы все-таки нашли его! Ура! Ура! А ну, это! Руки прочь! На этом камне моя плотина держится. И вообще, я его первый нашел. А мы его не будем трогать. И вот уже более семи лет простоквашинский метеорит поддерживает бобровую плотину на нашей реке. Я его тогда в лесу нашел. Согласен, Вера Пауна. Отличный видеодоклад получился. Матроскин, откуда у тебя этот камешек? Сам ты камешек. А это... Мой главный музейный экспонат. Куда? Отдай, ворюга! Открытие музея откладывается. Так, дядя Федор ремонтирует. Шарик работает. Федора стоят. Куда? Ты полдня копошишься, а ни одной морковки еще не вытащил. Кхе-кхе. Па-па-па. Все, Матроскин. Грядки вскопал. Теперь на рыбалку пойду. Какую такую рыбалку? У нас самый разгар урожая. Матроскин, к такому урожаю как раз ухи не хватает. Да и рыбалка в твоем списке дел есть. Ага. Ах, рыбалка. Вечером уху приготовлю. Рыбные котлетки. Эй, тогда, чтобы завтра на работу вовремя вышел. Так, и что же я теперь на ужин готовить буду? Атмосферный столб. Чего? Понимаешь, атмосферный столб упал. На кого? Ну, на рыбу. Поэтому и не клевал сегодня. Матроскин, не волнуйся. Завтра точно улов будет. Шарик, я тут пашу, значит. А он гулять собрался? Проверяй, Матроскин. Я все собрал. Из списка только рыбалка осталась. Ага. Картошка, морковь, там, там, капуста. Ну что, для салата все есть. А с рыбалкой что? Снова без рыбы вернешься? Матроскин, рыбалка дело ненадежное. Вот именно. Сегодня улов есть, а завтра нет. Так улова и сегодня нет. У нас дети без рыбы неделю сидят. У них скоро фарфор закончится. После. И он тоже. В общем, так, Шарик. Или я сегодня увижу рыбу, или вместо рыбалки будешь компост собирать. Да понял я, понял. Отдохнул бы ты, что ли, Матроскин? На пенсии отдохнул. Нет, я, конечно, понимаю, что океаническая Камбала могла в нашу реку заплыть. В озеро Матроскин. Шарик говорил, что сегодня на озере рыбачил. Ах, да, ну, конечно же, в озеро. Но Камбала заплыла из океана в наше озеро. Я одного только Шарик понять не могу. Откуда этой Камбалы ценник? Ну, может, это рыба такая ценная. И вообще, Матроскин, без рыбы я прихожу. Ты ругаешься. С рыбой все равно ругаешься. Даже, честно говоря, немного обидно. Ну, ну, ты, дядя Федор, ну, дядя Федор, ты слышал, а? Может, у него что-то случилось? Давай-ка мы с тобой спрятаться за Кустиком, последим, посмотрим и узнаем, может быть, там правда, что-то серьезно. Достатков что-то оно принесло? Без рыбы постоянно возвращаешься. Я без рыбы возвращаюсь? Говорит, ты. Да. Так что, хорошо, иди и без рыбы, говорит, не возвращайся. Ещё и смеётся надо мной, но я покажу этому рыбаку. Ага, попался? Ага! Так и знал дядя Фёдор, полюбуйся, он тут вместо работы отдыхает. Пригрели бездельничка. Я не бездельник, мы тут вообще-то рыбачим вовсю. Матроскин, нельзя же всё время работать. Всем нужен отдых. А тебе особенно. Чтоб проводить время с друзьями, например. Бабёр, что ж ты к нам просто в гости не заходишь? Да у вас хозяйство большое. Шарик работает без продыху. Отвлекать не хотелось? А вот и не отвлекай. Ну-ка, давайте-ка сюда удочку. Матроскин, не кипятись. Я как раз мотор к лодке приладил. Давайте вместе рыбачить отправимся. Давай, дядя Фёдор, покажем им, как надо делом заниматься. Шарик такой испуганный. Кричал, Бабёр, выдыхай! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Знаете... Надо сюда почаще выбираться. Точно, теперь я рыбалку на себя возьму. Рыбоферму открою. Эй, Бабёр, а сколько он там наловил? Нормально, для первого-то раза. Шарик, ты когда уже делом полезным займёшься? Так я и занимаюсь. Учусь характером по лицу читать. Шарик, ты балбес. У тебя на лбу написано. Только польза от этого какая? Тоже мне читатель. Ура! Ой, Вера Павловна, это ты выше стала или я ниже? Ну, что у вас тут новенького? Я по лицам учусь читать. Вот у вас подбородок волевой, значит, вы человек с характером. Что есть, того не отнять. Надо бы сумки разобрать. Уже бегу, дорогая. Шарик, по-моему, твоя теория не работает. Всё работает. Вон, у Веры Павловны лицо круглое, значит, талантливая. Так что же мы стоим? Действительно, лучше пойти прилечь. Ну, ты лежи, если хочешь, а я буду талант нашей дочери развивать. Это какое, интересно? А вот это нам и предстоит выяснить. Вера Павловна, повторяй. Вера Павловна, давай потанцуем. Значит, не потанцуем. Какой же у тебя талант? А ты в сторонку отойди, дорогая, и понаблюдай. Детям свобода нужна. Пап, лучше ты в сторону отойди. Дядя Фёдор, может быть, ты знаешь, какой у твоей сестры талант? Ну, она рисовать любит. А ещё мне на кухне помогать и строить. Эти, как их забыл. В общем, строительный у неё талант есть. Вот сейчас мы Веру Павловну на все эти таланты и проверим. Вера Павловна, ну как же так? Похоже, в Простоквашино мы все твои таланты только закапываем. А у нас прекрасная новость. Мы с папой нашли для Веры Павловны развивающий детский сад прямо напротив дома в городе. Мам, ну зачем ей сад? Вере Павловне в Простоквашино хорошо. Там ей будет лучше. И вообще, мы всё уже решили. Интересно, кто это мы? Ну что, Вера Павловна, поехали! Что ещё за фокусы? Попался! Вера Павловна, так это ты делаешь? Управляемый чемодан. Ничего себе! Похоже, у нас в семье изобретатель растёт. Так вот он, твой талант! Изобретатель! Эх, а я на кулички ставил. В кого же она такая? Есть у неё один учитель. Става, става! Ну так что, мы куда-нибудь едем? Ура! Вера Павловна остаётся. Дядь Фёдор, ну-ка, дай руку. Такие длинные пальцы обычно у великих пианистов встречаются. Тсс, Шарик, я же барабанщик. Угу. Угу. Тама-тама! Хе-хе-хе! Так. Вот как наш Шарик Мегеровну-то полюбил. Она в отпуск полетела, а он её самолёт взглядом провожает. Да не, это он не Мегеровну провожает, а птиц перелётных считает. Ой, не понимаю я этих птиц. Чего им на юге не сидится? Весной на север летят, осенью обратно. Так устроена природа и матроски. На севере летом они птенцов высиживают, а на юге зиму пережидают. Отвлёк меня этот орнитолог мохнатый. Одни ущербы от него. Да от нас, от всех, сплошной ущерб. Так. Вот так вот. Вот теперь порядок. Весной на север двадцать четыре птицы пролетело, а вернулось двенадцать. А у нас как был один балбес, так один и остался. Холодильник-то за что? Холодильник внутри охлаждает, а всё вокруг нагревает. И вот эта техника то же самое делает. А я люблю, когда тепло. Когда везде тепло, это глобальное потепление называется. Из-за него и птицы не все вернулись. Может, они заблудились? Да у них в голове навигатор. Что же делать? Что делать? Ведь так скоро совсем перелётных птиц не останется. Выход есть. Мы вместо микроволновки печь растопим. Утюг на горячих углях сделаем. Мы же в деревне живём. Нам всё нипочём. Точно, дядя Фёдор. Ох, ну ладно. Зато на электричестве сэкономим. Это вам не электрический утюг. Эта вещь проверена древними простоквашенцами. Вот так. Их, всё-таки, Шарик, ты не совсем балбес. Раньше, когда у нас электроутюг был, я платил за каждую простыню. А теперь бесплатно глажу. Сейчас мы ещё и хлеб испечём. Крупная бандероль по адресу доставлена. Этих дров только на месяц хватит. На зиму таких десять грузовиков надо. Подожди, матроскин. Это ж сколько деревьев придётся срубить. Деревья ещё вырастут. Зато наше хозяйство на этих дровах вон как поднимется. Это что такое? Теперь из леса к нам за дровами будут ходить. Как вы из нашего леса дрова делаете, а я из ваших дров буду плотины строить. А вам чего, своих деревьев в лесу мало? Почти не осталось. Вот так мы наломали дров. Да, техникой птиц изведём, дровами бобров. И так плохо, и эдак. Бесполезные мы существа. Дядя Фёдор, посмотри там, сколько наш шарик протянет без еды и воды. Нельзя тут лежать, когда там птицы пропадают. Пойду на поиски. И далеко ты уйдёшь? Сначала до северного полюса дойду, а потом и до южного, пока птиц нет ещё. Ой, придётся нам, дядя Фёдор, новую собаку себе искать. Подожди, шарик, до завтра. Если птицы не вернутся, вместе пойдём. Эх, ладно, подождём. Но только до завтра. Значит так, чтобы шарика спасти, придётся нам создать небесную иллюзию. Того-тоого! Кто? Кто здесь крякнул? А, это ты? Нет, ты не перелётная птица. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать! Двенадцать штук! Все пролетели! Полная птицонаселение! Ура! Хорошо, когда в природе покой и порядок. Раз, два, три, четыре, шесть, 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 шесть. И ещё двенадцать пролетело. Это же перри птицы населения! Так, включай, Матроскин, приборы на полную. Будем атмосферу нагревать. Томатики мои наливные Кетчуп в сердце моего Это матроскин уже не помидоры Это киборги какие-то Еще немного и разговаривать начнут Не начнут, они еще зеленые А пора бы им покраснеть Может хоть в них разумная жизнь Зародится, в отличие от тебя Ты на что это намекаешь? А я не намекаю Иди в сарай, собачий плуб готовь Всю зиму на печи валяешься, пахать на тебе надо Пахать матроскин будем, когда снег сойдет Что? А пока мое дело Нежный сон и снежный городок Завтра же масленица Правда зимы Масленица у него Вот это я понимаю Жалко только что растает Мой блок точно не растает Надеваем маски, изображаем восторг Три самых крутых вещи Простоквашино Прямо сейчас Карнавал Раз Простоквашино парк Два Покатушки на Гаврюше Три Гаврюша, ты мне тут масленицу с коридой не путай Это по мне ладушек городской Это настоящий Простоквашинский блин Ох, не нравится мне шарик эти твои древние праздники Дым коромыслом, так у меня все помидоры завянут Да куда? Чего? Первый блин матроскин раньше давали малоимущему, монаху или деревенскому дурачку А чем это у вас так приветливо пахнет? Ага Кокчилл Масленицей Прошу к столу Ой Последний блин Духу предков Я извиняюсь Раз уж такое дело То я готов и духом предков быть Главное блины чтоб давали Хватит с вас, дядя Печкин Ух, ну тогда я домой Если у вас еще какой праздник будет День шашлыка Или там день кваса Вы зовите, не стесняйтесь Ну что, шарик, сейчас уберемся и пахать пойдем Ну что, матроскин, прибираться нельзя По традиции, дух предков должен остатки еды доесть Шарик, ты в себе Если не прибираться, тут тараканы все доедят Оставим все как есть и будем следить Ну как? Что-то не торопится к нам, дух предков Ура! Духи предков! Мама! Шарик, какие же это духи? Это просто предки Родители приехали Ну, не знаю, какой я дух Но у блина и дух, и вкус отменный Спасибо блогу Шарика Теперь хотя бы к последнему блину успели приехать Отчего беспорядок у вас такой? Не дом, а стоянка первобытного человека А это шарик вас ждал, готовился Пойдемте, лучше зиму проводим Пугало огородное, сожжем Мало того, что помидоры мои закоптил Так он теперь на садовый инвентарь покушается Ничего ты, матроскин, не понимаешь На масленицу чучело сжигают для красоты обычая Это не праздник, а сплошное разочарование Сажать пора, вы все дурака валяете Не переживай, матроскин В огне все обиды сгорят Масленица – символ новой жизни Смотри, матроскин На месте пугало неплохое место для посадки помидоров образуется Вот и проводили Ту-тунь Ту-тунь Смотри, кажется, покраснел Теперь-то можем нормально к посевной готовиться Ну, конечно, матроскин Правда, я тут подумал Надо сначала день Герасима Грачевника отметить Потом пробуждение домового Потом именины водяного А там и до Ивана Купала недалеко Песни звонкие, танцы бойкие Платья пышные и роскошные Ох, спою я вам Ох, спляшу я вам И спою я вам Лишилась волоса Голоса Дед! Ушла в аптеку Без меня лечиться Учиться Вот так день Целую экологическую катастрофу предотвратил Опачкаться зачем? Сам-то я отмоюсь Зато совесть у меня теперь чистая Я на речке завалы разобрал Вот так Ну, здорово, соседушки Все, я гляжу, у вас по-старому Дом на месте стоит, да? Это потому, что наш дом Недвижимость Нет, это потому, что шарик ваш Чужие дома передвигает Реку из берегов вывел и все Тю-тю, я сам чудом спасся Я его по веточке собирал А он уплыл Да кто уплыл-то? Дом мой Все-таки обалдуй ты, шарик Мы тебя зачем взяли? Дом охранять, а ты чужие ломаешь Да я же, я же как лучше хотел Не расстраивайся, шарик Придумаем что-нибудь А бобер пока у нас поживет Заходите, располагайтесь У нас тут всем места хватит Я вот в гамаке сплю, а матроски на печке Не, меня в гамаках укачивает, а духоту я не переношу Ого, шкаф Этот вариант мне подходит Ой-ой А-а-а-а Аа-а-а-а-а-а-а-а-а Это что, воль? Это бобёр Беженец Верните его в лес Да куда в лес? Он в бездом остался У него стресс Он сейчас вообще мех может сбросить В моем шкафу не позволю мех сбрасывать Срявы так Бобровый мех в хозяйстве, ой, как полезен Чем это он полезен? А тем, что он, он голос возвращает Точно, воротник из бобрового меха Это народный секрет здоровья Меховатый А если хорошо кормить, еще меховастей буду Вот есть все-таки еще на свете женщины У которых сердце не в конец учерствело Ту-тунь Стал-то какой! Эх, ах, пировать так пировать Качественная у вас древесина Пожалуйста, бей, ломай, грози Сострадание надо иметь Да сострадание я имею Сижу на печи и страдаю Не ссорьтесь, лучше пойдем за ягодами Ешь десерт От такой жизни шелковистость точно повысится А, здрасте Вы тут бобра не видали? Кузен мой из Бобруйска Приехал на плотине поработать и сейчас Как будто смыло Так вот же, а где он? А, опять бежал Отслеживание работать, а? Лентяй и аферист Ну, приступим Это не он Это что, стричь, что ли, будут? Так я только за Какой у вас, Маргарита Егоровна, воротник из бобрового меха изящный? Главное, целебный Я вот себе тоже бобра завел Он мне карандаши точит И мебель на почте от воров стережет Надеюсь, мебель у вас из пластика Ещё чего Чистое дерево? Карельская берёза? Первый сорт? Минуточку Это что, выходит, бобры мебелью питаются? Не позволю изводить казённое добро! Что вам мебель, то бобрусалат